На открытом канале ход событий продолжается. Сейчас мы начинаем нашу еженедельную рубрику «Восьмой день недели». В студии Евгений Захаров ведет сегодня нашу рубрику вместе со мной журналист Михаил Дерешев. Я напомню, что в нашей рубрике мы ставим перед собой задачу рассмотреть некие события, которые произошли за последнюю неделю в контексте неких более общих событий. Найти тренды, найти тенденции, которые показывают, куда движется наша страна, наше общество в современной эпохе. И вот таким событием на прошлой неделе, значимым, на мой взгляд, стало сообщение о том, что в деревне Хорошего, Ржевского района, Тверской области, собираются открыть музей Сталина. Просто напомню нашим телезрителям, что в этой деревне, в одном из деревенских домов останавливался Иосиф Виссарионович Сталин в 1943 году, когда он, собственно, посещал места сражений. Ну, собственно, несколько было еще дополнительных сообщений по поводу этой новости. Скажем, там один из представителей местной администрации сказал, что музей Сталина, конечно, в этом доме открыт не будет, потому что личность слишком масштабная для того, чтобы в этом маленьком доме... Потому что он поместился в этом маленьком доме, в этой деревне. Видимо, да. Но, тем не менее, какой-то мемориальный комплекс, связанный с именем вождя, собираются создать. Вообще, с точки зрения современной ситуации, музей Сталина, на твой взгляд, что это такое? Что это за тренд такой? Ну, я просто теряюсь в догадках, а что они там собираются, вот эти жители, экспонируют в этом музее? Вот они собираются создать его там, что они будут выставлять, что они будут показывать? Лавку, где спал Сталин, чашку, из которой он ел, гвоздь, которым он убил фашиста. Не знаю, что... Ну, наверное, здесь можно и пофантазировать. Ну, понятно, что какие-то личные вещи Сталина, наверное, можно найти, взять из каких-то других музеев. Насколько я помню, коммунисты обещались помочь, да? Они всегда подхватывают такие идеи, а может, даже они эти идеи и генерируют, чтобы создать, и обещают материально помочь. Ну, я так полагаю, открытие вот этого музея, или полумузея, или какого-то мемориала, оно... Это следующее звено после того, как... Ну, вот в Крыму же установили памятник, да, по-моему, там, Сталину. Не знал, куда его деть, Сорители, и нашлось ему место. И периодически такие идеи возникают в разных уголках России, то в одном городе, в другом, тут в деревне, там в поселке. Ну, вот известно, что в Волгограде есть музей Сталина, вот в мемориале Сталинградской битвы есть небольшое помещение, где местный бизнесмен обустроил. Он там тоже был? В Сталинграде Сталин был в 1918 году, когда Волгоград даже назывался еще... Да, 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 да. Крикин граждан, да, да. Крикин граждан, да, да. И бизнесмен поставил... Да, да. Ну, тенденция такие есть. Почему сейчас, вот как ты считаешь, что происходит? Я не считаю, что это прямо сейчас. Эта тенденция идет нам уже лет пять, по-моему, вот с тех пор, как пошла там реакция какая-то, возвращение к неким социокультурным ценностям Советского Союза, Сталинского периода. Если ты помнишь прекрасно, и года три назад, или четыре назад, в Саратове у нас некий коммунист Маслов долго громко кричал в городской думе о том, что нужно переименовать заводской район в сталинский район. В думе орал, и это в том же Волгограде ходил какой-то автобус с плакатом Сталина. Ну, я полагаю, что это, вряд ли это идея и цель именно государства. Но, скажем, завуалированной, да, бесспорно. Конечно же, есть в государстве столь серьезная сила коммунистическая партия, определенная серьезная сила в Государственной думе, у нее есть свой электорат. А однажды, тоже лет пять тому назад, в кабинете у одного из коммунистов, я увидел там бюстик Сталина, портрет Сталина, очень красиво стоят, они смотрятся. И я задал просто такой невинный вопрос, а зачем? Ну, вот как бы, ну, человек, в общем-то, принес, ну, не буду повторять, что он сделал, там, это общеизвестно, и этот коммунист, не нужно гадать, кто это, ни к чему это, ответил очень просто, а у меня электорат такой. То есть, я, в общем-то, все понимаю, да, а электорату это нужно. И в данном случае, это возрождение, не скажу, что культа Сталина, бог с ним, это тоже попытка как-то заманить, как-то привлечь, как-то растворить сознание электората, вот в ворохе этих проблем, отвлечением на некого период, когда был стабильность, порядок. То есть, с точки зрения властей, плюс-минус, да, выступают в поддержку нынешнего президента, Владимира Путина. При этом, очень большое количество людей говорят о том, что нам не хватает в качестве руководителя нашей страны, именно, Иосифа Сталина. Как так получается? То есть, Путин это не до Сталин, то есть, Путина готовы променять на Сталина все те 86%, которые вроде бы как его поддерживают. Что происходит? 86% это мы это знаем, или в ЦИОМ это знает, который нам говорит о том, что мы это знаем. Я думаю так, вот Сталин, опять мы сейчас, ну, этого не избежать, мы опять сейчас едем на личный Сталин, и никак этого не избежать. Когда я думал о том, почему такая дикая популярность Сталина вот сейчас, а уж тем более, была она тогда, это же парадокс, да, вот в каком-то смысле. Вот люди же знают, чем обернулась эпоха Сталина для страны, для населения, и при этом его возносят таким образом. И, это, наверное, мысль не нова, она не моя, я, может быть, говорю, Сталин это некое воплощение атеистического божества. Бог на земле. То есть, у кого-то Бог на небе, а у нас на земле. И, когда ты, например, начинаешь рассказывать массам, ну, простым людям, о сталинских, там, репрессиях, там, чудовищных преступлениях, он серьезно не воспринимает. Не потому, что он не верит в это, может, даже вполне это верит, но он полагает, что Богу такое позволено. Ты такой, чтобы судить Бога. А когда начинаешь со сталинистами это все обсуждать, то это тем более бессмысленно. Сталинец лучше тебя знает, что там делал Сталин, какие лагеря, там, все прочие, колымы. но он точно так же это прощает божеству на земле. То есть, мы можем говорить о том, что, вот скажем, я посмотрел... Это религиозный трепет. То есть, в принципе, мы вообще никаких аргументов, когда говорим о Сталине, можем не называть. Нет, можно приводить сколько угодно. Уничтожил миллион, два, десять, иначе так было нужно. Бог вообще всю землю уничтожил, но и одного оставил, чтобы меньше любить стали после этого. Такая же история со Сталином, не полагаю. Ну, хорошо, божеством, но мы же понимаем, что мы живем в реальной жизни, да, и, ну, мы живем в стране, которой нужен какой-то руководитель. Вот, на мой взгляд, мы приходим к тому, что у нас начинается эпоха, которую можно назвать эпохой неосталинизма. То есть, раньше говорили, навстречу там какому-нибудь съезду КПСС, мы сейчас можем говорить навстречу эпохе сталинизма. можно такой слоган употреблять? Я все же считаю рановато еще. Еще рановато. Ну, абсолютно рановато, да, ну, сталинизм, это... Неосталинизм. Дело в том, что многие исследователи, историки, говорили о том, что, скажем, вот эпохой неосталинизма можно называть Брежневскую эпоху, и называли такие критерии. что мягкая форма правления, мягкие точечные репрессии, плюс тотальный контроль за идеологической и политической жизнью страны. Вот, на самом деле, сегодняшняя наша ситуация в нашей общественной жизни сильно ли отличается от этих критерий? Ну, вот от Брежневской не очень сильно, на самом деле. Нет карательной психиатрии, но есть вполне себе посаженные люди по политическим мотивам. в тюрьмы, в зону и так далее, в языке полотной, в 6 мае и так далее. Но это не неосталинизм, здесь не нужно преувеличивать как бы нынешнюю ситуацию. Неосталинизм, мы здесь не сидели и не трепались бы об этом, мы бы работали в другом месте. Так я и говорю навстречу эпохе сталинизма. Не дай бог, конечно. Нет, бесспорно ходят, конечно же, страхи, что после нынешней эпохи вот она может быть наступит, придут к власти некие совершенно отмороженные люди и вот тогда мы по пляжу. Вот тогда все те люди, которые ждут Сталина, они на своей шкуре это почувствуют, наверное. Есть такая версия. Для себя такие тоже наметил моменты, которые, ну, в общем-то, могут, наверное, напоминать эпоху Сталина или эпоху нео-сталинизма, скажем, закрытость власти. То есть вот этот вот византийский прием конфигурации, когда власть, собственно, ведет себя абсолютно закрыто от общества, ну, вот, собственно, пример ближайший, который произошел на прошедшей неделе, когда Владимир Владимирович в общем-то, попал, пропал из экранов телевизоров, сайтов, да, и никто не знал, что происходит. Это было так неожиданно. Ну, с учетом того, что до этого, собственно, он себе такого не позволял никогда, да, больше, чем на два дня он из пространства медийного не выходил. Наверное, любая демократическая сторона, которая считает себя демократической, такого позволить себе не может. И если есть какие-то проблемы с лидером, то, наверное, об этом, в общем-то, говорится. Нет ли здесь вот этого попытки, скажем так, нынешней власти немножко маскироваться под популярного Сталина? Я не думаю, что нынешняя власть как-то загоняется на эту тему и задумывается над тем, что мы маскируемся или не маскируемся. Нынешняя власть, она по своей сути беспардонна. Она закрыта и беспардонна. Если даже брать эпоху Сталина, эпоху Советского Союза, в чем отличие между тем тоталитаризмом и нынешним, я не хочу сказать, что у нас нет тоталитаризма, автократия, там все такое, да. Советская эпоха, советский период, советская номенклатура, она бесспорно была фальшивой. Никакой, конечно, не было там ни народа власти, ничего остального, как сейчас. Нет никакой выборности и всего остального, но она не была лицемерной. Нынешняя власть, ее лицемерие, и беспардонность заключается в том, что это а, она закрыта, б, она все время врет. И ц, она за это вранье, ее нельзя разобучить можно, но не будет никаких последствий. Невозможно себе представить, например, ситуацию там при Сталине, прибрежнем, при ком угодно, нынешнюю, когда, например, какой-нибудь, и при демократическом встроении это невозможно представить, взять какого-нибудь, я не знаю, разнесчастного, нет, он вполне счастливый, какого-нибудь Астахова, там, да, вот встроенный такой винт, даже не винтик, вот в эту систему власти, который запрещает с одной стороны российским детям, чтобы их усыновляли в Америке, при этом, собственно, во Франции, в любой демократической стране. И его бы наизнанку вывернули, он бы ушел с позором. А вот в России эта беспардонность, дичайшая беспардонность прокатывает. В то же время невозможно представить это и при Сталине, или чего-то еще, его дети были там, а он бы здесь ходил и рассказывал, как хорошо в стране советской жить. Ну, они спасаются за словом постмодернизм. То есть, они сами, в общем-то, наверное, об этом отчасти и говорят, что в современную эпоху можно все. Я здесь не совсем, может быть, соглашусь с тем, что Брежневская эпоха, вообще советская эпоха была не лицемерна. То есть, просто были, наверное, уже достаточно отработанные стандарты лицемерия, когда государство делало вид, что оно строит определенную систему, а люди, которые жили в этом государстве, они тоже делали вид, что, ну, скажем, подчиняются этой системе. Особенно это было заметно вот по Брежневским временам. Собственно, отчасти перестройка произошла именно потому, что людям уже просто не надоело жить вот в такой совершенно лицемерной системе. фальшивой. Я бы сказал, вот тонкая грань между лицемериями и фальшивой. Вот Брежневская эпоха была фальшивой. Фальшивым было все. Абсолютно. Но лицемерие, да, там были бриллианты, у кого-то шубы, там у партийных работников распределитель с зефиром, и бананами, и балыком. приятно, была черная Волга, там двухэтажная дача, но не было миллионных счетов и всего остального, что присуще нынешнему строим и так далее. Если настолько Сталин популярен в нашем обществе, в нашем народе, так может быть нашему народу и нужен такой руководитель, как Сталин? Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Я даже вот мысленно допускаю, чтобы проецировать какие-то желания, пилобытно дремучие какие-то определенные кучки людей в этом селе или у нас, и проецировать это на все население страны, что бы они там ни говорили. Ну, так а почему тогда? Нет, ну, кроме религиозных соображений, почему тогда вот такой большой процент людей, которые мечтают о Сталине? Мне кажется, люди мечтают даже не столько о Сталине. У них нет иных примеров. Сталин для большинства из тех, кто скажет на улице «Да, нужен!» Это абстракция, вызванная вот диким гневом, который невозможно ни к чему применить. Как-то его реализовать невозможно. Сталин — это какой-то мифологический образ? Мифологический, абсолютно персонаж, образ абстракции, которая должна прийти и всех коррупционеров расстрелять, построить дороги, сделать заводы, построить ракету, которая полетит на Марс. Вот и все. А сама личность... Ведь очень удобно любить Сталина спустя 50-60 лет после его смерти. Это же так здорово, это так легко. То есть люди совсем не помнят и не осознают, что такое было. Ну, понятно. Ну, наверное, по информации, да, могут судить о том, что было в 37-м году. Просто сейчас некоторые товарищи уже и в соцсетях грозятся, что скоро настает 37-й год. И вот... Я... Вот... Евгений Евгеньевич, дорогой мой, я вот еще раз говорю, что вот все архивные выкладки, все исторические справки о репрессиях и все остальное воспринимаются как текстами из некого канонического собрания, вот, вроде как Ветхого Завета. Было то-то, потоп такой-то. То есть, как бы оно и было, а вроде не было. А если и было, значит, так было надо. Есть своя версия, ответ на такой же вопрос. Почему Сталин настолько популярен в нашей стране, в нашем обществе? Вот я думаю, что здесь не только мифологический образ, не только вот такой мечта, мечта о порядке, скорее, это мечта об очень простой жизни, в которой нет выбора, в которой не нужно нести ответственность за свою жизнь. То есть, в нашей жизни человек так или иначе... Оттуда за свои действия, вообще за свою жизнь. То есть, так или иначе, даже в нашей стране, в нашем обществе человек стоит перед выбором, куда ему пойти приложить свою силу. в бизнес, получать высшее образование, строить свою карьеру каким-то другим способом и так далее. То есть, есть какой-то выбор. И так или иначе, человек должен отвечать за свои поступки. Даже вот эта система жилищно-коммунального хозяйства, ее кризис, он, собственно, наверное, во многом обусловлен тем, что люди не могут брать на себя ответственность, не могут принимать решения, от которых зависит их собственная жизнь. И когда над этим обществом стоит человек, который, как добрый отец, отец народа, да, хозяин, вот он берет на себя ответственность за все происходящее в стране, так, наверное, жить намного проще. Ну, напоминает, мне очень нравится произведение, такое юношеское, называется «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Давно он знакомил с Сэмом? Очень. Вот, там есть такой персонаж, его зовут Большой Сэм, он был рабом у О'Хара, он был в семействе О'Хара, был рабом, надсмотрщиком он был. А когда его освободили от расу, он попал в Нью-Йорк, он был, не был персонажем, в чье жизнеописание было описано, он как бы посторонним был. И потом он прожил какое-то время на севере США, в Бостоне, там, в Нью-Йорке, и когда он встречается с молодой Скарлет О'Хара, он и говорит такие вещи. Он рассказывает, где он жил, там вот лошадей многое видел, там что-то еще видел, заводы какие-то на промышленном севере. А она, по-моему, она ее спрашивает, ну как тебе понравилось, там вот, чтобы он говорит, не, не надо мне такая свобода, мне вот у Мисс Сахара, я хочу назад, в Тайру, ну, дома, где они жили, чтобы вот была хозяйка, чтобы она говорила мне, что делать, куда пойти, как работать, и когда я заболею, чтобы она лечила меня, а эта свобода мне не нужна. Да, в общем-то, это в сущности правда. То, что в крови у нас многолетнее рабство остается, да, еще со слов Петра Яковлевича Чаадаева, опять-таки, мы вспоминаем, многолетнее рабство в крови России, русского народа, и мы никуда от этого так и не можем деться. Рабство слишком звонкое слово, и слишком, вот оно, бескомпромиссное, вот безответственность более, вот больше нравится, да, вот когда не хочешь отвечать за собственные поступки, когда есть некая сила, сторонняя, которая тебя направляет, и ты можешь с ней в существе быть несогласным, ты можешь сказать, что она справляет тебе делать какие-то дрянные вещи, ненужные вещи, глупые вещи, но с тебя-то ответственность не та. Ну да. Ну да. Ты можешь прийти домой и сказать, вот уроды, вот идиоты. Это же... Кто-то виноват в том, что происходит. Это же типичный, как сказать, типичный генезис любых кухонных разговоров в советскую эпоху. Даже я помню, смотря на то, что я там, как бы застал ее, закончила она 13 лет, я даже я это помню, когда дома все люди неких отвлеченных третьих лиц называли дураками, которые заставляют делать дурацкие вещи. Что в военной среде, в военном городке, что в гражданской. Ну, здесь можно еще одну очевидную вещь вспомнить, что все-таки вот в 20-е, в 30-е, и в 40-е годы и сталинская машина, и военная эпоха вытащили именно тот самый пласт людей, которые способны были принимать решения и способны были брать ответственность на себя. То есть, к сожалению, наверное, мы являемся, мы, к сожалению, являемся потомками тех, кто вот, может быть, обидно говорить так огурно, но отчасти, в какой-то степени, наверное, так и есть. Потому что те десятки миллионов людей, уничтоженных во время сталинской эпохи, это, видимо, цвет, даже пораньше, старинской эпохи. Интернационал пели, идя на расстрел, там, или гнутая, топая в подвале. В этом пласте тоже были люди более-менее самостоятельные какое-то время, а потом уже перешли на своих. Ну, вот такой вопрос еще. Для, то есть, мы понимаем, что нынешняя власть, путинская власть, она во многом с этими тенденциями, ну, скажем так, заигрывает. Во всяком случае, не сопротивляется. Потому что достаточно громко говорят голоса о том, что Волгоград пора переименовать Сталинград, и никто громко кулаком по столу не стучит, и вот не трогайте злодея. Вот мне кажется, вот когда достаточно громко об этом говорят, да ну, раздувают громко, но это же наши коллеги раздувают эти вещи очень громко. Я вот по-прежнему настаиваю на том, что вот как какое-то вот то есть настоящего стремления общества и искового желания вернуться к неостанализму, не существует. Я говорю, есть определенная кучка людей, и они есть. Ну, слушай, есть люди, которые там сатанисты, в конце концов, есть люди, которые, я не знаю, тополям поклоняются, ходят там, хотят в божественных тополях выйти. И вот эта же группа людей встраивается в череду таких определенных граждан с какими-то своими стремлениями чуть-чуть чеканутыми. И они имеют право существовать. Было бы странно, если бы в нынешней России не было ни одного человека, который любил бы Сталина и хотел, чтобы он вернулся туда в Кремль и ездил в своей машине и попыхивал своей трубочкой. Ну, скажи, пожалуйста, для современной власти вот такая сталинизация в той или иной степени представляет опасность или нет? Нет. Нет. Не может такое произойти, что, скажем, более экстремистское начало, сталинистское сметет нынешнюю власть? Ну, ни в коем случае. Для того, чтобы посмотреть, представляет ли опасность, вот есть лакмусовая бумажка, есть... Пускай оставим провинцию в покое. Провинция, особенно такой тихий заболоченный город, как Саратов. Я имею в виду в отношении уличных каких-то акций. Взять даже ту же Москву, если не сгонять людей, вот бюджетников всех остальных, отодвигаем провластные митинги. Ведь есть же какие-то события, даты, смерть Сталина, рождение Сталина, туда-сюда. Но выходит там, сколько там выходит? 200-300 человек во главе, не знаю, с Югановым или с кем-то еще. Вот тебе и вся опасность. Старый дедушка с плакатиками выходит с его портретиком. Вот где она, эта опасность? Не существует. Я боюсь, ты оптимистичен. Потому что, на мой взгляд, в нашем обществе гораздо больше, я бы так скажу, латентных сталинистов. Если ветер подует в эту сторону, то очень большая масса людей серьезно поддержит эти тенденции. Вот, наверное, массы поддержат все, что угодно. Если попадует в какую-нибудь сторону, массы как флюгера, подует туда, они пойдут. Пойду, завтра скажут, что Европа наш друг, демократия, там все прочее, это дума нелегитимна. Вот по телевизору просто скажут, дума нелегитимна. Посмотри, Чуров там наврал в 2011 году, там нет такого количества Эдинраусов, люди скажут, правильно всех чертовой матери всех. Всех чертовой матери на ее место Сталина. Вот в чем парадокс. Скажут о том, что в Европу, боюсь, что не так, это быстро произойдет, такое понимание. А вот если поставить миф Сталина в голову какой-то политической силы, то есть здесь я вижу в этом как раз достаточно серьезную опасность, что если какая-то экстремистская сила возьмет Сталина в качестве своего идеала, своего знамени, то это будет достаточно серьезно для нашего общества. Ну, тогда можно сказать, что, ребята, там как бы, вот есть поговорка «Будьте своих желаний, все, вы джины вызывали, ну, вот накликали на себя, ну, ну, что еще? Еще такой вопрос. Вот Сталин, наверное, последний вопрос в нашей беседе». Об этом можно говорить бесконечно. Да, конечно. Но у нас есть определенные границы пока еще. Вот, в отличие от героев, допустим, соженистских романов, у них было безграничное время для диалогов. Но будем надеяться, до этого у нас не дойдет. Вот Сталин ассоциируется с понятием, даже в том интервью, которое мы брали у народа, Сталин ассоциируется с понятием порядок. Порядок, да. Вот как ты думаешь, неужели либерализм себя настолько дискредитировал, что в сознании наших людей либеральная власть совершенно не может достичь, не сможет достичь, обеспечить какого-то порядка. Вот для того, чтобы либерализм себя дискредитировал, он должен был в России хотя бы появиться на какое-то время. У нас есть ЛДПР. Наверное, есть ЛДПР, как-то расшифровывается забавное. Либерально-демократическая партия. В несколько раз Владимир Вольфович что-то как-то свою семантику вкладывал, уже развенчивал. Я не знаю, что такое либерализм в России, был ли он здесь вообще когда-то. То есть у нас людям свойственно ненавидеть то, что они никогда не видели и любить то, что они ни с кем никогда не сталкивались. Они любят Сталина, при котором они не жили, и они ненавидят либерализм, который тоже их миновал довольно-таки благополучно в начале 90-х годов. А порядок, вот есть такие ролики всякие аппетитационные, пропагандистские, они и сейчас начинают ходить по сети, там вот что было, когда был Сталин, когда была советская власть, как опять же летали ракеты, хорошо, как строились больницы и школы, хорошо, как была какая медицина была. Это понятно. И люди вспоминают и никому не приходит в голову, слушайте, а в других частях света, где Сталина не было, не было, например, не знаю, в Франции не было Сталина, в Великобритании что-то не было Сталина, в Америке не было Сталина, там что, больницы что-ли не строились? Или там ракеты не летали? Или там дороги хуже, чем были у нас при Сталине? Ну, с учетом того, что у нас очень небольшой процент людей имеют возможность выехать за границу, да, поэтому, наверное, очень трудно поверить в то, что люди могут намного лучше жить, чем... Ну, точно так же воспринимают как бы другую жизнь, вот через призму каких-то фэнтезийных сказочек, там, да это все вы рассказываете, ерунда, там, в очередной раз полицейский какого-то там поймали чернокожего, но он ничего не делал, он был хорошим парнем, они его придушили, а так он был в колледже, он спортсменом был замечательным, все-таки, нам такое не надо, но нам нужен порядок. Порядок, мне кажется, он большей частью в головах сидит в отношении вот казнократства, опять же, порядок в отношении ЖКХ, порядок в отношении спекулянтов, чертовых, которые... А вот такое представление о порядке, когда у нас, допустим, сейчас есть отдельный субъект федерации, где, скажем так, не вполне соблюдаются законы Российской Федерации. Саратского бы, что ли? Ну, я имею в виду, да, очень смешно. Я имею в виду, я имею в виду, Северный Кавказ, да? Ну, да, есть там субъект федерации, вот личность одного из лидеров этого субъекта, да, Чечни, Кадырова. Навел порядок. Вот. Навел порядок, там какие-то небоскребы строятся, Грозный, все остальное. Такой лозунг, я прям Кадыров, Сталин, сегодня. Как раньше был Сталин, Ленин сегодня, Кадыров, Сталин сегодня. Имеет право на существование? Нет. Мне кажется, нет. Нет, не имеет. Нет. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Ну, хорошо. Ну, не знаю, посмотрим, черт знает, что будет завтра, в конце концов. Ну, нет, нет, ни в коем случае. Оптимист Михаил Дерешев и пессимист, пессимист, Захаров, в рубрике «Восьмой день недели». Прощаемся с вами, надеемся увидеться в этой же студии. А ты, случайно, не ждешь? Мне большая мысль такая пришла, а может быть, ты сам ждешь Сталина? Что-то мне все на протяжении каждого минуту. Сталин, Сталин, нужен Сталин, нужен Сталин. Финальная заставка, пожалуйста. Спонсор программы Тольятинский Трансформатор. «Восьмая день недели» «Восьмой день недели» «Восьмой день недели» Продолжение следует...